Мы рады вас приветствовать на телеканале «Импакт» в эфире программы «Влияние». Я рад представить гостя нашего эфира. Это пастор Петр Дудник. Приветствую вас. Приветствую. Спасибо. Спасибо, Геннадий. Спасибо телеканалу «Импакт» и всем зрителям, кто прямо сейчас нас смотрит. Очень приятно быть в вашей студии сегодня в Сакраменто. Спасибо. Друзья, краткая визитка. Пастор Петр Дудник. Супругой Тамарой воспитывают 10 детей, 8 из которых – это приемные усыновленные дети. Основатель детского приюта «Паруса Надежды». Основатель многих благотворительных проектов. Пастор церкви «Добрая весть» в городе Славянск, Украина. Пастор Петр, спасибо огромное за такую возможность сегодня пообщаться с вами по душам, откровенно, а насущно. Первый вопрос, который я хочу вам задать – в какой семье вы родились? В семье родился. И это много, это сегодня уже много, что значит. Потому что не все мои дети родились в семье и оказались буквально на улице или в детском доме. Поэтому это уже счастье. Какой папа-мама у вас были? Папа был хорош. Красиво вы говорите. И, к сожалению, папа уже ушел к Господу. Папа был христианином, он покаялся, ему было 27 лет. Я так благодарен. Мой дед служил в армии, когда в 1944 году был ранен. Вообще дед был такой бодрый парень в деревне. Но так благодарен Богу, что рядом с ним лежал человек в госпитале, который ему рассказал о Боге. И дед вернулся домой, в свое село Березовка, это Кировгородская область, христианином. Это была радикальная перемена для всех сельчан. И папа покаялся в 27 лет, женился на маме христианки. У нас в семье пятеро детей, все любят Бога. И трудная жизнь, знаете, в советское время, когда ты верующий, ты в низших слоях, не давали возможность учиться. Например, я поступал в Киевский торгово-экономический институт, и мне пришел ответ, что вы не можете быть студентом нашего университета или института по религиозным убеждениям. Ну, думаю, что позже они пожалели об этом. Ну, вот такая была жизнь. Спасибо. Так что я рад, что родители принесли Евангелие в мою жизнь и много молились о том, чтобы не просто я воспитывался в христианской среде, но чтобы Бог реально изменил мой дух, мое мышление и направил меня сообразно в свои воли. Спасибо. Мне очень приятно. Мы с вами земляки. Я с Кировограда. Спасибо. Искренно благодарю вас. Вы уже отпраздновали 30-летие в браке счастливой семейной жизни. В чем секрет счастливой семейной жизни? Ну, во-первых, нет однозначных ответов. А для вас? Я думаю, что это комплекс разных моментов. Это то, что называется благословение родительское. Это то, что называется база знаний, как построить семью. Сегодня я консультант, мы много работаем с семьями, особенно с молодыми парами. Знаете, какой пример привожу? Вы, например, кто по образованию? А, средне-техническое. Средне-техническое. Например, вы зарабатываете деньги инженером. Вы получаете свои 5 или 10 тысяч долларов. Условно. Если бы, да. А это значит, что вы потратили минимум 10 лет в школе, 5-6 лет в университете, 3-4 года повышали квалификации. В целом, в общем, 20 лет жизни на 10 тысяч долларов. 20 лет жизни, чтобы получить 10 тысяч долларов, которые там за все оплатить и так дальше. Когда люди вступают в супружество, я спрашиваю, а какой ваш уровень подготовки? Построить взаимоотношения в семье, это намного сложнее, чем быть инженером, даже там мостов или чего-то другого. Это намного сложнее. И когда я спрашиваю, сколько книг прочитали, какие тренинги прошли, какое обучение, нет, мы просто любим друг друга. И это классно, что любим, но какая база знаний. И, конечно, потом мы удивляемся, почему люди несчастливо живут. Поэтому это еще один фактор, базовая подготовка. Хорошие люди, которые дают добрый пример и могут тебе подсказать, что делать в жизни, что нет. Это все, конечно, твоя работа. И я бы еще сказал, что мне сильно повезло, потому что Бог дал мне жену, в которой ее основное качество – это отношения. Для нее отношения намного важнее, чем цель. И она у меня очень, ну просто очень мудрая женщина. И я очень благодарен Богу за мою жену. Поэтому я честно могу сказать, вот положил руку на сердце, была бы Библия и на Библию, что Бог благословил меня в семье. Значит, это большое усилие, это большой труд, это большая подготовка для того, чтобы увидеть финальный результат. Правильно я вас понимаю? Не только это, потому что обычно вот вы ведущие свадьбы. А если вы зададите вопрос на свадьбе, дайте мне синоним к слову «любовь». Ой, все будут разные. И все будут разные, но вам в основном скажу так. Надо терпеть, надо жертвовать. И это тоже правда. Но неужели мы думаем, что когда мы заходим в семью, мы должны все время терпеть, жертвовать, страдать? Зачем тогда люди женятся? Ведь семья – это не только это, это тоже, да, но это сильные эмоции, это желание видеть друг друга, это общаться. Мы называем это «сияющие моменты». Я бы порекомендовал каждой семье, которая на нас смотрит, как можно больше в жизни иметь сияющих моментов. Что это такое? Например, в нашей семье, когда где-то мы едем, но в Украине едем, обычно красивые заправки в Украине, мы можем остановиться, взять просто кофе, шоколадку, посидеть в хорошем месте, просто поговорить, понаслаждаться. Такой маленький сияющий момент. Такс-месседж отправить, смайлик правильный поставить, написать, что я скучаю о тебе. Это все сияющие моменты, которые сильно добавляют связки. Не просто «ты делаешь это, я это», а дают эмоции. Поэтому думаю, что в семьях сегодня не хватает эмоциональной составляющей. Спасибо. Вы знаете, я хочу сказать отдельное спасибо вашей супруге, потому что моя мама, каждый раз, когда я перед эфиром делаю ей звонок, она в другом штате живет, она спрашивает, кто у тебя гость. И я сказал, что вы. И она говорит, обязательно скажет спасибо его супруге, потому что у вас есть служение, мы в молитве. И как она молится за людей, как она плачет, как она истинно это все служит. И вам спасибо, вы же в этом служении участвуете. Да, она правда, она молитвенница, она знает, как молиться, и она много реально молится. Она проводит также, участвует в разных ретритах женских, передает опыт. И обычно женщины, и все, кто ее слушает, ее очень любят, потому что в ней, когда она говорит, есть всегда что послушать. Так что те, которые слушают, и пока мы не пообщались, от них всех большой вам привет и благодарность. Так, скажите, пожалуйста, вы как человек, который консультируете семейные пары, скажите, пожалуйста, в чем трагедия нашего времени? Почему так много разводов? Обратно нет, нет одной причины разводов. Чаще всего. Ну, например, а, например, если говорить за Украину. А за Америку не хотите? Такого, я могу сказать и за Америку, такого давления, которое испытывают сегодня семьи, это же травма. Психика работает по-другому. Но, когда человек находится в травме, ну, скажу так, Библия говорит, например, совершенная любовь изгоняет страх. И когда так смотришь, духовно можно сильно много рассказать, но я вам скажу со стороны, с практической стороны. Очень упрощенно. Наш мозг, наша голова, в голове есть мозг, есть левое полушарие, правое полушарие, ну, обычная вещь. Одно из них отвечает за логику, другое за творчество. А вот сзади, с тыльной части, небольшая часть мозга, гипотамус, который отвечает за разные реакции. Ну, например, за сексуальность. И эта же часть мозга отвечает за страх, реакцию страха, неконтролируемый страх. Например, вы идете, собака прыгает на вас. Вы же не думаете, так, я правую ногу назад отодвину, потом резким движением, там, что-то притупну. Или мне надо сейчас прыгнуть. Раз, все это происходит. Вот это срабатывает, эта часть мозга. Так вот, когда эта часть мозга активирована, она блокирует процентов на 60 логику и творчество. Теперь, зачем я рассказываю? Украина в травме, бомбежке, неизвестность. Люди блоки... Вот эта часть мозга сильно активирована. И находящиеся в страхе люди принимают нелогические решения часто, потому что логика блокирована. Поэтому, например, сейчас очень-очень умножилось буквально разводы, разломы, война или зло приносит. В Америке могут быть другие причины. И я не хочу про причины, их много. Начиная от дальнебойщиков, которые уезжают, думают, я для своей семьи все отдаю. Но на самом деле есть еще та часть, которую ты не можешь отдать, потому что ты уезжаешь. Свое время участия в жизни семьи. И здесь тоже происходит надлом эмоциональный. И поэтому, простите за такое слово, это, конечно, шутка, не поймите меня, но, наверное, одиннадцатая заповедь нужно исполнять. Какая? Блаженные сбалансированные. Поясните, пожалуйста. Ну, например, к этому случаю люди, кто работает тракистой... А, три недели дома, нет человека. Ну, как-то нужно так жизнь строить, чтобы балансировать между одним и между другим, между временем семьей, воспитанием ребенка и зарабатыванием денег. Я знаю, что это сложно. Это очень сложно. Но если мы хотим иметь счастье в семье, это не только деньги, а это взаимоотношения. Ну, скажу еще больше. Мы провели исследование, и оказывается, что 85% ощущения счастья лежит в сфере взаимоотношений. И только 15% в сфере достижений. Сфера достижений – это карьера, это финансы, это, возможно, дом и так дальше. А вот получив это, только на 15% человек ощущает, да, классно. А все остальное – это в сфере взаимоотношений с детьми, с родителями, с Богом, друг с другом, с соседями. Вот здесь лежит счастье. Когда люди умирают, и когда их опрашивали, о чем вы больше всего сожалеете? С 200 опрашиваемых никто не сказал. Я сожалею о том, что я не достроил шестой дом, не купил десятую машину и все. В основном, сожалею, мне так жаль, а что прошли года, мы даже фотографии детей не делали каждый год. И как-то все заняты были в достижении, надо достроить, надо сделать все. А дети выросли и ушли. И я уже никогда не могу вернуть это время с моими детьми. Это про что? Это про взаимоотношения. Я так сожалею, что, в принципе, если бы увидел, мы бы поездили, чуть-чуть мир увидели, хотя бы там какие-то штаты. Но нет, все время здесь, а время ушло. Я так сожалею, вот с тем же тракистом много работал, а оказалось не очень хорошо все. Поэтому, отвечая на вопрос среди разводов, их много, но вот часть из них вот такая. Спасибо, пастор. Почему вы начали усыновлять детей? Это длинная история. Ей я посвящал программы. Мы много делали программ на телевидении. Они назывались «Ты будешь найден». И это было еще до войны, имеется в виду до 2014 года. Мы много сделали программ, не говорили об этом. Но почти сверхъестественно Бог толкнул меня в эту сферу. И когда я вот очевидил первую девочку, это было 20 лет назад. Ей сейчас 20 лет. Ей была одна неделя, когда мы познакомились, и три недели, когда она у нас была уже дома. Ух ты. И это там целая история была, предыстория к этому всему. Сейчас не буду рассказывать в рамках программы. Но когда усыновил, следующий импульс, который я получил от Бога, он звучал так. Ты не просто... Я хочу, чтобы ты не просто усыновил ребенка, а я хочу, чтобы ты говорил об этом и изменил ментальность нации. Дело в том, что мы украинцы, мы говорим, что мы такой щирые души люди, что мы такие виткрэйти, остынни. А что, не так? Это да, это тоже да, но... А нас сами говорят наши же пословицы. Ну, например, моя хата с краю. Это сейчас добавляет там, я першим ворога зустречаю. Красиво поменяли. Да, ну о чем это? О том, что это мое, мне и трешечки, вот это вот тут. Я услышал нехорошую историю, как щирые украинцы в Америце учат своих детей. Украинский алфавит. Ты знаешь? Нет, скажите. Ну, это А, Б, выгода была около меня. Умеете вы красиво рассказать историю. Даже вот эта штука, вот эта штука, вот честно скажу, как бы открыть бы быстренько с чехла. Вот эту штуку, как ты думаешь, кто это придумал? Apple? Ну, вот это кто? Яблоко? Не знаю. Как не знаешь? Тут ясно написано. Украинец. Бачишь? Мы с ним так по надкусию. Теперь вот. Это про что? Это на самом деле про уровень, большой уровень эгоизма. Но усыновление это не себе взять, это себя отдать. Свою любовь, свое время, свои силы, свои молитвы, боли. И когда это происходит в достаточно большом количестве людей, что-то меняется с ДНК наций. Могу точно сказать, что мы приложили к этому руку, говоря об усыновлении, выпуская с Сергеем Демидовичем ролики, проезжая с Геной Макненко виллатуры по Украине, России и здесь в Америке, делая все, чтобы максимальное количество сирот оказалось в семье. Это поменяло ДНК украинцев. Потому что я это сильно увидел в 2014 году, когда война началась в моем городе, в Славянске. Не сейчас, не два года, а на 10 лет у нас уже война. И когда мы эвакуировали людей, и украинцы принимали в своих домах, открывали. Такого не было раньше массово. Или волонтеры, которые приезжали. Слова в Украине не было волонтера. Не было, ну как бы слова, не было культуры вот такой. Она была здесь в Америке, но не была в Украине. Сейчас это стало нашей сущностью. Весь мир удивляется, что всю войну все выдерживают волонтеры. Привозят, приносят, жертвуют, вдохновляют, принимают, спасают и так дальше. Я думаю, что на наше ДНК тоже, я аккуратно говорю, я не беру там какую-то славу или еще что-то. Какую-то часть в этом сыграло усыновление, когда люди начали принимать детей в свои дома. Спасибо. И сердца. Скажите, пожалуйста, какой была церковь до 2014 года, и какой она стала после 2014 года? Мы говорим о церкви Донбасс. Владимир, мне трудно говорить за все церкви. Ну, о вашей. Я скажу за церковь, где я один из пасторов. Церковь Добрая Весть, город Славянск. Я люблю свою церковь, я очень ее люблю. Она очень дорога для меня. Дорого не как здание, хотя там тоже. Мы 8 лет строили свое здание. Строили из наших десятин пожертвований. Если были бы деньги или какие-то западные деньги, раз, мы бы в течение года построили. Но я помню, как мы ездили, разбирали коровники. Бабушки чистили кирпичи, вкладывали. С нас люди смеялись, типа с коровников церковь строят. Ну, с кирпичей же. Да, но мы вытирали слезы и делали из наших возможностей бедных. И построили красивое здание. Правда красивое. И сегодня это правда убежище, потому что 20 тысяч людей, которых мы эвакуировали, вот начиная с февраля по май 22 года, прошли через церковь, нашли там еду, одежду, любовь, спасение нашли. Это много что значит. Но если говорить за людей, знаете, мы такая церковь, которая всегда старались вот эту толстую книгу Библию как-то в практическое христианство превратить. Не просто о возвышенном, о духовном, только о постоянном освящении. О каких-то вещах, они звучат красиво, а ты не знаешь, как это применить в практике. Но мы старались, получив что-то от Бога, передать это людям. И мы у людей учили усыновление. Мы говорили, это центральная тема в Библии. Написано, что Бог нас усыновил. Я брат Иисусу Христу, потому что он меня усыновил. И написано, что мы брать ему. Так и мы должны это же делать. Он сказал, как он, так и мы. А точно так отношение к людям в беде, в трудностях. И когда пришло сложное время, 14-й год, то церковь оказалась способной быть не в страхе, не в побеге, а реагировать на боль людей. И тогда мы начали кормить людей, мы начали эвакуировать людей. 16 тысяч людей эвакуировали в 14-м году из Славянска, и вообще Донбасс, и Донецкая, и Луганская область. Это же много, это команды людей, которые ехали, рисковали жизнью. 5 человек из нас было в плену, мы потеряли 5 машин, но мы продолжали служить людям. Кто-то принимал, молился, кормил, на звонках был. Церковь стала, как пчелка такая, которая служила. Не потеряв веру, вернуться, снова отстраивать свой город. Поэтому могу сказать, я не знаю, как небеса оценивают, но я оценил бы действия церкви нашей на высокую оценку. Я очень благодарен каждому человеку, кто служит Богу, словами и делом. Спасибо. Я знаю, что вы награждены даже каким-то, это ордер или медаль от президента Украины за то, что вы участвовали в эвакуации Донбасса, жителей. Насколько сейчас правительство Украины оценивает то, что делает церковь для Украины? У меня много разных наград, в том числе и от президентов, даже не от одного. Пожалуйста. Есть и орден, есть и минные часы, есть награды разные. И за вот эту волонтерскую... То есть они видят, что вы делаете? Да, они видят, но, к сожалению, что делает дьявол? Ну, большинство того, что сейчас происходит в Украине, ну, я бы так сказал, на 80% всей помощи, капелланского служения, детского, волонтерского движения, это делают церкви, люди божьи. Ну, а знаете, как это называется? Это называется ни к чему не обязывающее слово, обезличивающее слово, просто волонтер. Волонтеры построили дом, волонтеры эвакуировали, волонтеры... А кто это волонтеры? Это же христиане. Да, ну, кто знает, что это церковь и христиане. Дьявол берет, и это белый свет церкви, и говорит, это обезличивание, это волонтер. Вчера меня поздравляли с днем волонтера. И я, так, с одной стороны, вроде бы нормально, волонтер, тот, кто бескорыстно служит. Ну, а с другой стороны, кто это волонтер? Кто эти люди, которые... Почему они жертвуют своей жизнью, своим здоровьем, финансами? Да потому что Бог в сердце возлюбил. Кто ими движет. Да, и это Бог дал мотивацию отдавать дальше это. И в большинстве это как раз церкви, люди церковные. Но дьявол забрал и таким безличным словом волонтер. И это, конечно, с одной стороны... Ну, как, мы живем, царь с детьми, я огорчаю. С другой стороны, это тоже вызов церкви. Долгие годы церковь учили, что... Когда ты делаешь доброе дело, я на правая рука, вот спрячь, а левую и так дальше, чтобы правая не видела кто левая, левая не видела правая. В этом есть что-то, и Библия говорит, как речь, когда идет за желание... А вообще-то суть-то не в действии, а в мотивации. Когда я сделал, обычно такие люди делают на 5 копеек, а рассказывают на 10 тысяч долларов. И раз таким людям Библия говорит, слушай, мотивация в сердце, неправильно. Но сам Иисус, сам Иисус Христос сказал другое. Ребята, ну вы сами просто подумайте своей головой, когда свечку зажигаете, вы что, под стол ставите? Конечно, вы ставите наверху, чтобы она светила. И дальше что он говорит? Так да светит свет ваш пред людьми. Зачем? Чтобы люди что? Видели, видели, видели через телевидение, через YouTube, через Facebook. Видели добрые дела, там написано. И прославили Отца Небесного. Поэтому вторая часть, это проигрыш церкви, которая не вкладывает в телевидение, в импак, в другие, не вкладывает. И потом говорит, ну а почему просто волонтеры? Ну, ребята, это очень просто. Бог дал нам еще мозги и мудрость вкладывать в медиа, чтобы люди видели, кто это делает, говорили честно, кто это делает, и прославляли Отца Небесного. Поэтому это как бы двухстороннее. Я не могу сказать, что это только вина страны, власти, чиновников. Это вызови церкви. Мы много, может быть, инвестировали в здания, еще во что-то. Но, к сожалению, мало инвестировали в компании, как импакт и другие, в медиа. Спасибо. Как изменилась ваша жизнь с 2022 года? Полномасштабная война в Украине. Это новый этап, и, на мой взгляд, это намного трагичнее, чем то, что было даже у нас в 2014-м. А в 2014-м году мы переживали огромную боль, мы были первые, потому что, как я сказал, война началась 12 апреля 2014 года у нас в городе. Ну, Патр Петр, поясните, пожалуйста, есть люди, которые думают, что 8 лет бомбили, поскольку русское телевидение говорило. Я хочу сказать вам, что оно дамбило бомбас и все остальное, а там жители... Там Минские соглашения какие-то были, перемирия. Просто сейчас нет времени в программе, потому что, если честно, у меня есть миссия. Я все жду вопросов, когда я основное расскажу, чем горит мое сердце. Мы к этому идем. Это следующий, кстати, вопрос. Да, но скажу так. Ты живешь в своем доме, в своем городе вот мы жили. У нас не было конфликта в городе. Ни по языку, ни по религии. И всегда православная церковь Московского Патриархата говорила, мы тут святые, а вы там всякие там секты. Но мы с этим свыклись. И как такой вражды какой-то там яркие, ее не было. Они свое понимали, мы свое. И в целом даже делали молитовни-зибраня совместные. Хотя в православных канонах они не могут с нами молиться. Но они присутствовали, они не молились с нами. Окей. Это не по национальному признаку. У нас, например, в городе турки-мескетинцы живут много. Никогда не было, я говорю за славян, за Донбасс, вот. Никогда не было конфликтов. Все эти вопросы языка, русскоязычных, украиномовных. Это разводная карта политиков. Когда выборы приходили, ну, карту выкидывали на стол. Русскоязычная, украинская мова. И погнали. Выборы пришли. Все мирно и тихо. Новый выбор, снова. И все к этому привыкли. Поэтому то, что говорят россияне, это неправда. Это явная ложь. Пришли защитить. Защитить вы хотите? Защитить Донбасс? Типа русскоязычный, уничтожит тотально, попасная. Город такой есть. Тотально. С лица земли стереть. Марьинку с лица земли стереть. Бахмут с лица земли стереть. Куда бы ни пришел русский сапог, приходит смерть, убийство. Десятки тысяч убийств. Деток, женщин, сиротство и зло. Вот что происходит на Донбассе и вообще в Украине. Вот что не говорит вам раша пропаганда. Это зло. Разрушаются церкви, казнят служителей церкви и так далее, что подобное. В моем городе, в соседней церкви, Пятидесятинская церковь, преображение Господня, 9 июня 2014 года был праздник Тройцы. В этот день в моей церкви, там где я пастор, она была захвачена вот этими сепаратистами с россиянами. Они поставили танки на территории и стреляли. Это я могу четко доказать. Если вы в Ютубе просто наберете два слова, церковь и слово НОНА. НОНА это название десантного танка. Вам выпадет ролик, который они же снимали и они показывают, как они стреляют с территории церкви, танками, с моей церкви. Как стоят православные священники там, и эти убивают, а те благословляют на смерть, молятся. А нас они выгнали, они пришли и сказали, было ваше, стало наше, пошли вон отсюда, то расстреляем. А в соседней церкви они пришли и говорят, ты, ты и ты, и ты, два сына пастора, два дьякона, захватили автоматчики, посадили, привезли, били, очень сильно били. Ночью сказали, что мы вас типа выпускаем. Поехали, посадили в машину, одни ехали, ехали второй машиной. И в другой части города с гранатомета выстрелили, а Володя Величко прямо сгорел в машине. Виктор Бродарский выпал с машины, они его пересекли автоматными очередями. Альберту разрядили пистолетный весь рожок в лицо. Вот что сделали те освободители, которые пришли в мой город. Это, ну вот, моих братьев. Мои братья по вере, которые мы служили Богу, их просто расстреляли. За что? У одного осталось, мне кажется, в то время 9 детей, у другого трое детей. За что расстреляли моих братьев? Это те, кто нас пришли освобождать. Ну, я не хочу об этом. Извините, я затрону. Это много более... Больную тему. Но 22-й год, я просто скажу за свои потери. Вот ты живешь, служишь, развиваешься. И в один день я теряю возможность жить в моем городе, потому что линия фронта подошла на 7 километров. Я не могу жить в своем доме, потому что у меня дети усыновленные и приемные. Это значит, что они имеют статус, а если ребенок имеет статус дитина сырота, а дитина безбатьковского опеклувания, ну, она находится под... Но имеет статус, такая есть форма в Украине, то принудительная эвакуация. Тебя просто забирают, с детьми вывозят. Я теряю, обнуляюсь полностью финансово, потому что я не жил никогда в церкви, я пастор церкви, я старался всегда делать какой-то бизнес, чтобы кормить свою семью и в церковь принести. И вот в один день ты становишься ноль финансово, ты теряешь все возможности. Но знаете, таких как я и такие потери у нас 10 миллионов человек в Украине. 10 миллионов, которые поднялись с своих мест и они передвинулись или внутри страны, или за границей. 10 миллионов людей имеют такие же потери, как я, потеряв свои дома, возможности финансироваться. Но есть две потери, которые мне намного больнее. Какая самая большая? Две потери, я о них обязательно скажу. Это потеря церкви, людей. А что я имею в виду? Мы настаивали, что нужно всем эвакуироваться. Это правильно. У нас был опыт 14-го года, когда люди не выезжали и погибали от обстрелов. И мы говорили, важно выехать, важно уехать. Потом, когда успокоиться, приедем. Но сейчас важно. Но ты понимаешь, что это значит? Люди, с которыми ты прожил жизнь, которых ты, ну вот они рождались, ты благоставлял их, ребеночка. Потом он вырос, ты его женил, крестил, он уже ребенка родил, ты тоже благоставлял. Люди, которые так близки с тобой, которые тебя знают, ты знаешь их, с которыми так много проектов сделано хороших. И ты понимаешь, что мы больше не соберемся уже так. Потому что это жизнь. Кто-то останется где-то, кто-то, ну разное обстоятельство, это реально. Кто-то вернется. Но так, как было раньше, уже не будет. Знаешь, я тогда по-настоящему только понял, о чем написано в Библии, что мы все соединены взаимоскрепляющими связями. Дело в том, что когда ломается кость, это больно. Но когда связка рвется или растягивается, это гораздо больнее, и это дольше намного лечится. И вот эта боль уже два года прошла, она все равно в сердце. И последняя потеря, это потеря видения или призвания. Я жил призванием спасения Донбасса. Я там жил ради этого. У меня были возможности уехать в Америку или в другую страну. Но я имел призвание. Мы жили этой мечтой, что придет пробуждение, люди будут каяться. Мы все делали для этого. И на этой чаше весов все другое пересиливало. И вдруг в один день тебя забрали. До войны с 15-го года по 22-й год через наше миссионерское движение «Фронтлайн» мы открыли 60 церквей по всей линии фронта. Ни одной нет. Разбиты молитвенные дома, люди выгнаны, города уничтожены. Понимаешь? И ты такой, тебя забрали мечту, ради чего ты вообще жил. Это сильнейшая потеря. И когда ты не можешь ответить на вопрос, а ради чего большего ты живешь. Но Иисус сказал, что кто заботится о домашних, тот молодец вообще. Это нормально. Я называю это по умолчанию. Имеет возможность где-то жить, на чем-то ездить, финансы. Это нормальный уровень. Это Иисус сказал, хорошо делаешь. Но это не то, ради чего мы живем вообще-то. Мы живем, Писание говорит, что все мы во Христе Иисусе созданы на добрые дела. Мы живем, чтобы свет, который Бог в нас, мы могли хотя бы немного разогнать тьму в какой-то сфере. И когда это человеку получается, когда он понимает, вот моя сфера, вот здесь я разгоняю тьму, он получает внутреннее удовлетворение. Так вот, я жил этим, и вдруг у тебя забрали. И вот новая реальность, новые, как бы, не то что возможности, а новая жизнь вообще. И ты просто дезориентирован. Это очень больно. Пока прошло где-то, может быть, почти год, и я возвращался в Славянск, и за меня молились один пастор, и говорит, у меня есть пророческое слово. И он мне говорит, мне Бог такое ложит на сердце, что, может быть, ты не увидишь весь путь свой, но следующий шаг ты будешь понимать, что делать. И я ехал с этой мысли, Господи, написано, что слово твое светильник ноги моей и свет стезе. Может быть, всю дорогу я не вижу, но я верю, что ты покажешь мне следующий шаг, и это даст мне внутреннее удовлетворение. Я наконец-то увижу, в какой сфере я начну светить. И так это произошло. И сегодня тем, чем я живу, я хотел бы об этом как раз поговорить. Какая ваша миссия сейчас в Америке? Она не только, она касается сильно Украины. К сожалению, к огромному сожалению, в Украине очень много погибших воинов, защитников. Когда ты проезжаешь с западной Украины на восток, и с востока на запад, и какое-то время, если ты не в Украине, каждый раз это что-то новое открывается. Ну, например, в прошлом году осенью я ехал с западной Украины на восток, я удивлен был количеством волонтерских пунктов. Прямо на трассе написано «волонтерский пункт». Люди привозят еду, продукты, одежды, все выгружают, просто кладут там, никто его не охраняет. Те, кто едут на восток, как я, например, бусом, я подъезжаю туда, загружаю и еду на восток. Раздаю людям на линии фронта, военным помощь. И я увидел, что страна стала волонтером. Это Путин может захватить армию какую-то, побить все, но он никогда не побьет страну людей, которые поднялись против этого. Второй раз заехал страна генераторов. Все темно, везде генераторы, везде генераторы. Но когда я заехал, вот последний раз проезжал, и я был шокирован количеством флагов стоящих. Когда ты проезжаешь, и флаги, флаги, это там, где похоронены бойцы. Особенно, а меня поразило, по объездной Харькова идешь, и там километры флагов. Это значит, что там похоронен защитник. Это значит, что осталась у него жена, вдова и ребенок-сирота. Как минимум один ребенок. И в мае месяце я хоронил одного из защитников нашей церкви. Он погиб в бахмуте. Я смотрел на Иру, его жену. Она такая худенькая женщина, стояла у гроба. Она даже не плакала уже, до этого выплакала все слезы. Я смотрел на нее, я думал, как будет складываться ее жизнь дальше. На двух его девочек. И вот тогда, как когда-то сиротством 20 лет назад, тогда я просто дал посвящение Богу. Что следующий сезон жизни я хочу посвятить, служа вдовам, дружинам, загиблогерою и их детям. И мы с друзьями начали проект. До этого мы уже начали. Это было просто такой точкой. Этот проект мы назвали You4YouKids или United for Ukrainian Kids. Покажите вашу футболочку. Да, я просто специально сижу в этой ходе. Я бы тоже красиво оделся бы в пиджак, но я, может, кто-то скажет, ну, пришел на программу. Но на самом деле это специально. You4YouKids.com или .com. Если вы зайдете на сайт You4YouKids.com, вы все об этом узнаете. Я бы очень просил каждого, кто нас смотрит, зайти на сайт You4YouKids.com, чтобы узнать об этом проекте. В Америке я ищу семьи, которые готовы принять на 21 день ребенка в свою семью. А кто эти дети? Это дети, у которых погиб отец на войне. Или это вторая категория. Дети, у которых отец в плену долгое время находится или пропал без вести. В Украине, работая с поместной церковью, мы собираем семьи мамочек с детьми. И формируем группы детей. Это 18 детей на возраст с 12 по 16 лет. 18 детей. На 18 детей два сопровождающих именно с поместной церкви. И когда группа готова и находятся 18, 17, 16 семей в Америке, принять эту группу детей, принять одного ребенка у себя в доме на 21 день, тогда мы оформляем визы, весь свой процесс и привозим детей, эти сопровождающие прилетают с детьми в Америку. Программа в Америке следующая. Их встречают в аэропорту, семьи приезжают красиво, торжественно. И первая неделя дети просто находятся в семьях, адаптация и так дальше. Вторая неделя для детей организовывается специальный терапевтический дневной лагерь. Для того, чтобы помочь ребенку выйти с травмы. На самом деле дети очень травмированы. У нас в Украине 7 миллионов детей. Эти дети все травмированы, все. Но дети, которые потеряли отца, это очень травматично. Например, могут дети, которые особенно поближе к линии фронта, у них могут быть панические атаки. Они боятся громких звуков. Боятся самолетов. Самолета или вертолета просто очень пугает их. И поэтому, прежде чем родители возьмут, мы проводим с родителями обучение. Что нужно делать, что не нужно делать. Так вот, вторая неделя пребывания детей. Для них организовывается терапевтический лагерь. Там своя программа есть. Цель помочь ребенку выходить с травмы. Вторая цель. Все же в Америке работают. Поэтому ты, например, своего ребенка везешь в школу, а этого ребенка везешь в церковь, где проходит лагерь. И во второй половине дня забираешь этого с лагеря, ребенка со школы. То есть, ими будут неделю заниматься? Да. Таким образом, это не меняет ритм жизни семьи. То есть, привез, забрал ребенок, в семье находится. Но, вот рабочее время, получается, кто-то занимается ими. Третья неделя. Так проходит вторая неделя. И следующие, последние семь дней, мы просим разные церкви. Американские церкви, славянские церкви, чтобы взяли ответственность по одному дню за всю группу детей. Например, в понедельник ваша церковь берет детей, какие-то волонтеры, и вы повезли в музей, показали, провели день с ними. Во вторник моя церковь, или там, американская церковь, что-то свое делает. Майк какой-то, начали лепить с детьми пиццы и так дальше. Детям, кстати, очень заходит что-то делать руками. Там, спинарт или еще что-то. В среду еще кто-то. И таким образом, для родителей та же схема. Они утром привезли, во второй половине дня забрали. Для церквей они прикасаются к боли Украины. И когда они видят, они потом у себя могут показать церкви, мы служим детям. Это толкает людей помочь дальше, сострадание вызывать. Таким образом, проходит третья неделя. Но самое главное, мы хотим, чтобы семьи, которые принимают детей, в долгую поддержали мамочку, вдову, когда ребенок возвращается в Украину. Он не может остаться в Америке. У него есть мама, мама в Украине. Но когда он говорит, что у меня в Америке есть люди, кто заботятся обо мне, это очень сильно. В Атланте, Атланта принимала детей. И я был, когда прилетали дети, когда улетали. То, что меня сильно, сильно так сразило. Привезли детей, семьи привезли, вот уже прощается, нужно уходить. И дети обнимают пап. Для меня это было шокирующе, потому что папы же обычно на работе. Больше все равно женщины или мамы проводили с ними время. Но дети обнимали папы. Они так плакали. И для ребенка он увидел модель семьи. Он для него, вот этот вроде бы чужой дядька еще три недели стал олицетворением папы. И когда вот эта семья каким-то образом позвонили, поддержали, на Рождество какой-то подарочек это слали. И когда знают, что есть, мы заботимся, мы молимся за него. Это очень сильно. Когда дети возвращаются в Украину, у нас там дальше с ними есть работа. Мы предлагаем обучение онлайн, обучение английскому. И когда дети выучат английский, например, почему 16 лет, заканчивают школу. Наши партнеры, это Американский университет Киева, офлайн дает им обучение, а скалыши, это по сути 8 тысяч долларов в год. Те дети, которые прошли по нашей программе. И ребенок заканчивает этот университет, получает американский диплом в Киеве, с которым для него весь мир открыть, хоть в Украине, хоть в Европе, хоть в Америке. Вот про все это проект You4YouKids. Поэтому, дорогие мои, все, кто меня смотрит, если вы все остальное забыли, это не так важно. Самое важное, откройте свое сердце, свой дом и примите на 21 день группу детей или ребенка с Украины. Сейчас готова группа с Днепра, с Житомира, с Закарпаття и со Львова. Готовится с Киева, с других городов. Поэтому я в Сакраменто с одной миссией. И не только в Сакраменто, это может произойти в любом городе. Вы спросите меня, как это практически сделать? Да очень просто. Зайдите на сайт you4youkids.com, там написано «БК Мехос», заполните анкету, зарегистрируйтесь. И с вами свяжутся наши волонтеры, кто дальше расскажет, как это можно сделать. Или же позвоните по телефону 470-337-0610. Пастор Петр, скажите, пожалуйста, возможно, есть те семьи, которые хотели бы принять ребенка, но у них финансы не позволяют. Потому что я понимаю, что нужно какую-то цену заплатить, чтобы ребенок приехал. Есть ли какой-то еще вариант? Да. План Б. Мы просим зарегистрироваться. Это второй вопрос финансирования. С каждой семьей мы расскажем, с чего состоит бюджет, который мы написали. Мы очень открыты к финансам, потому что это все открыто проговаривается. Но если семья, такое есть. Вот в Атланте было, есть семьи, которые могут это оплатить. Некоторые говорят, мы сами только приехали. Мы готовы ребенка взять и все, что будет дома. Уделить внимание, показать любовь. Но оплатить там переезд, не только переезд, это же оформление документов, поездка. На бюджет накладывается то, что в Украине не работает американское посольство. Детей от 14 лет сопровождающими нужно везти в Польшу для интервью. А это значит билеты, кормление, отель на 3-4 дня, там кормление. Это все накладывает, бюджет добавляет. Но мы не можем это сделать. Вы слушайте, регистрируйтесь, потому что найдутся семьи, которые прямо сейчас скажут, я не могу взять ребенка, у нас такой стиль жизни. Но я готов оплатить кого-то, кто возьмет. Такое уже было. Мне позвонил человек с Сиэтла и говорит, слушай, ну мы рождаем сейчас ребенка. Сложно нам будет к нашим четырем. Но мы можем позволить. Но на данный момент мы проплатим, если семья возьмет. И это тоже реальность. В Пенсильвании приехало две команды детей. Я разговариваю с пастором, они идут в этот проект, верят. И начинают, они сами такие, предпринимательские. Они начали рассказывать бизнесменам, невоцерковленным. Весь проект оплатили невоцерковленный бизнес. Все заплатили. А это десятки тысяч долларов. Это же билеты, это визы, это целый процесс. Поэтому есть разные возможности. Вот сейчас мы просим, зарегистрируйтесь. И мы дальше будем смотреть, что можно сделать. А детей можно принять, группу детей в формате одного города. То есть, когда люди регистрируются на сайте, и мы видим, что у нас из Сакраменто есть 17 пар, тогда мы в этот город привозим. Ты не можешь ребенка привезти одного здесь, другого там, потому что это же программа осуществляется. А не программа, так на эти три недели. Так программа сделана. Поэтому это могут с разных городов регистрироваться. Но как только в вашем регионе, в районе 40 минут наберется такое количество семей, тогда мы привозим группу людей. Лучший вариант это Сакраменто, Портланд, Светл. Это любой штат, любой город. Главное, чтобы набралась такая группа семей. Я вам скажу, то, о чем говорят нам родители, когда что произошло с их сердцем, с их переживанием, это настолько сильно, это настолько мощно. Потому что, по сути, ну мы можем, я говорил уже в начале программы, что люди по-разному относятся к этой книге. Высоко духовно может быть и все, но для меня она очень практическая. Иисус сказал, кто возьмет этого пацанчика. Или девочку. Тот меня берет в свой дом. И это очень практично для меня. Поэтому у вас есть шанс принять Иисуса в свой дом. Пастор Петр, еще натяните вашу худи, да? Да, худи, просто у меня сайт сзади написал полный. You4UKids. Тут точка стоит и .com, да. Все, мы вас увидели и услышали. У нас буквально... И вы сказали, вот это мне приносит радость. Когда я думаю, что я могу чуть-чуть помочь какому-то ребенку или мамочке, вот появляется миссия. Я ради этого хочу жить. Это мне приносит внутреннее удовлетворение. Поэтому я оставляю свою семью, езжу, рассказываю. Мне обещают, возьмем. Потом говорят, нет, не возьмем. Ну, бывает же такое. Да, я понимаю. Я понимаю обстоятельства, все понимаю. Меня это как подразочаровывает. Я потом Богу плачу. Я говорю, Господи, ну я сделал все, что я мог. Я рассказал людям. Это ты дальше что-то сделай. Но вместе с тем есть и другого. Есть те, появляются семьи, как появились в Пенсильвании, как появились в Атланте, в Сиетте. И наша мечта помочь трем тысячам детей. Трем тысячам. Трем тысячам детей. У меня есть вера на это, есть мечта, и мы работаем на это. Потому что для меня вера, она тоже очень практическая. Там написано, что вера это картинка будущего и действия по этому поводу. Если вы хотите библейским языком, там написано осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Ну, просто подумайте, пройдите слова. Картинка будущего и действия по этому поводу. Поэтому я вижу этих детей, которых жизнь меняется, которые в церковь приходят. Они первый раз прикоснутся к христианству здесь. Они увидят, как молятся, благодарят Бога за еду. Они увидят, что, оказывается, можно читать детскую Библию на ночь. А оказывается, есть традиция у людей, когда они в воскресенье в церковь ходят. И это первый раз. Это сильно влияет на ребенка, на его жизнь. Ты не знаешь, какой посев даст результат. Спасибо. И может быть, когда мы придем на небо, именно тебе скажут. Как мне говорят, я встречаюсь с многими людьми, они говорят, слушай, вы проводили семейные каникулы, вы там повлияли, мы теперь живем вместе. Вы проводили обучение для приемных семей. Помните, вот там-то, в таком-то году. И мы усыновили двоих детей. Я это не помню. А это все, оказывается, это меняет жизни людей. Каковы сейчас дети войны в Украине? Вы как пастор, вы как человек, у которого высшее педагогическое образование, вам приходится быть душепопечителем. Что они видят, о чем они говорят, дети войны? Я расскажу пару случаев. Где-то спустя 4 месяца или 3 месяца войны, я сел в машину и ехал с востока на запад, останавливался в каждом городе, писал в фейсбуке, что я хочу встретиться с людьми там, с моей церкви, или вообще, если вы придете на встречу, приглашаю вас покушать пиццу. Покупал пиццу, ждал, приходило 10, 20, 40 людей. Я просто спрашивал, как вы выезжали, кто вам помогал, кто принял вас, есть ли люди, есть ли церковь, что ты переживаешь. Я всегда задавал один и тот же вопрос. Он такой, так как я еще образование имею психолога, я задавал вопрос, вот если бы сравнить твое состояние с растением, опиши, какое это растение. Я? Ну вот я задавал так человеку вопрос. Когда мне возвращали этот вопрос, я свое состояние описывал так. Мое состояние было, я ощущал себя как бы как дуб, который вырванный с корнем, листья еще зеленые, но это вопрос неделя, двух, трех месяцев, когда, так как нет подпитки, оно все засохнет. Вот мы было состояние тогда. Я помню девушку одна, которая, это была в Черновцах, она сама и славянская, она сидела, слушала всех. Когда очередь дошла до нее, она начала говорить. Он говорит, пастор, я себя чувствую ромашкой. Каждый может дернуть лепесток. Чувствую себя абсолютно незащищенной. У нее есть родители, она в Черновцах, в безопасном месте уже. Но! Говорит, я мечтала о выпускном вечере в школе, а мою пятую школу разбомбили. Я мечтала с друзьями в церкви отпраздновать. Я купила платье, я готовилась. Мы выходили, старший класс воскресной школы, и нам директор воскресной школы готовила праздник. А мы все разбежались, нас нет по стране, нас нет в церкви. Я здесь, я не могу найти себя в церкви. У меня нет друзей. Каждый может меня дернуть. Я думал о трагедии целого поколения. Моего друга сын сидит, и папа ему говорит, сынок, ты что так долго там в планшете и все? А он отвечает, пап, ты хотя бы с мамой можешь поговорить? А с кем мне разговаривать? Да ребенок под бомбежкой, это же у меня было в машине. Мы вывозим людей с детьми, и взрывается. И ребенок схватился и говорит, папа, я не хочу умирать. Вот что чувствуют дети Украины. Я не знаю, как будет это поколение расти, но на самом деле это, мне это сильно много боли представляет. И я хочу что-то в своей жизни сделать, чтобы помочь хотя бы чуть-чуть принести света там, где я могу это сделать. Пастор Петр, что бы вы хотели сказать тем людям, которые оправдывают войну на всю волю Божию, Господь сказал, предупредил? Есть что-то слово для них за минуту? Плохо же ты сказал пастор перед этим. Если бы ты не сказал пастор, я бы сказал бы, как говорят мои эмоции. А по-пастерски просто скажу. Почитайте эту толстую книжку под названием Библии. Там прямая речь Бога. Он говорит, с каких это вы пор зло называете добро, добро злом, а изменили это мы вне политики. Мы не про политику. Мы нейтральные. Вы нейтральные. Он говорит это священникам. Вы призваны на зло говорить, это зло. Висайи написано, это добро. А вы замазываете все. Мы не от мира сего. Мы не от царства. Но только до момента, пока вас не коснется. Пока вашего ребенка не подстрелять. Пока вас. Вот тогда проявляется все. И настоящая сущность, и христианство, и так дальше. Поэтому я верю в Библию, которая призывает меня говорить, это зло, это добро. Независимо от цвета флага. И когда сегодня, например, в Украине наше правительство подгибается под ЛГБТ-сообщество, я говорю, это зло. Это зло. Так нельзя делать. Это приведет к трагедии. Нас что? Мало смерти. Нас что? Крепкие семьи. Мы как нация. Мы как нация уничтожаемся. Посмотрите на демографию. Посмотрите. И вы хотите принести это. Я говорю, это зло. Но когда нас убивают, я говорю, я молюсь за... Мне говорят, надо за врагов молиться. Брать, я регулярно молюсь. За покаяние, за хея. Пусть покаются, как за хея. Я регулярно молюсь за врагов. Регулярно. Особенно 108-м псалмом. Не буду в рамках программы читать, но мне кажется, начиная... Я сейчас скажу. Псалом 108-й. Мне кажется, начиная с 8-го стиха. Особенно про лидеров молюсь. Про Путина молюсь. Как он молюсь? Да, да. Начиная с 8-го стиха. Вообще за остальных с 7-го, а за лидера их с 8-го стиха. Ну, там есть молитва особенная. Вообще-то это слово Божие. Там написано, например, да будут не его кратки. И достоинство, да возьмет другой. Ну и так дальше. Как правильно утешать украинский народ в наше время? Да хотя бы просто обнимать. Принимать. И не то, что говорить, я тебя понимаю. Просто обнять. Иногда надо помолчать. Иногда надо сказать, потому что люди, они разные люди. Иногда люди заходят в самосожаление некоторое. Ответственность перекладывают на других. Ну, поэтому это по-разному в разное время. Как у вас девиз жизни? Девиз жизни такой. Их несколько. Когда-то я написал себе в офисе, поставил, я буду учиться, готовиться, а возможность придет. И правда, я учился, я думал, как эти возможности откроются? Как они придут? А потом, совсем неожиданным образом, когда началась война, и ты начал служить активно, тебе такие возможности открылись, которые раньше вообще не подразумевали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok